Доброе утро, сахалинцы! Просыпайтесь, мы подготовили для вас много новостей и интересных фактов. Вот один из них. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа объявил, что уходит в тундру. Правда, всего на несколько дней, чтобы зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости коренных народов и решить, как еще можно улучшить жизнь северян. По словам чиновника, холодная пустыня Заполярья – подходящее место для цифрового детокса. В эфире «Солнечное утро». Меня зовут Ева Чучешвили. Поехали! Передай другому. Расскажем, что обсуждают пользователи интернета. Большие произведения из маленьких бусинок. Побываем на выставке, посвященной бисероплетению. К столу. Научимся готовить глубоководного окуня на подушке и спаржи. Солнечная зарядка. Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. 30 июня свой профессиональный праздник отмечают экономисты. В современном мире это очень значимая специальность. Без нее невозможно развитие бизнеса и движение вперед. По сути, экономисты рассчитывают и планируют каждый шаг компаний и принимают самые важные решения, от которых зависит будущее предприятие. Какие еще праздники можно отметить сегодня и чем интересен последний день первого лета месяца, узнаем в рубрике «Народный календарь». 30 июня во всем мире отмечают Международный день астероида. Дата торжества связана с событием 1908 года, когда с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрыв охватил территорию в 2000 квадратных километров, хотя диаметр огненного шара составлял около 100 метров. По мнению ученых, сегодня в Солнечной системе находится от 1 до 2 миллионов астероидов, имеющих размеры более 1 километра. 59 лет назад человечество впервые увидело Луну с близкого расстояния. 30 июня 1964 года американская межпланетная станция «Рейнджер-7» запечатлела поверхность спутника Земли. За 17 минут полета аппарат передал 4308 фотографий высокого для того времени качества, а затем упал в области между морем облаков и океаном бурь. Так ученые называют лунные бассейны. 30 июня древние славяне собирались у водоемов, разводили костры и варили яйца. Верили, чем больше приготовят, тем лучше будут нестись куры. Детям строго запрещали рвать цветы кувшинки, иначе с ребенком приключится беда. Гроза в небе предвещала богатый урожай, вечерняя радуга – теплую погоду. Лунный календарь сегодня советует садоводам и огородникам обратить внимание на прививку растений. Результаты сращивания не заставят долго ждать. От прищипывания огурцов и томатов лучше отказаться, как и от обрезки культур. Если вы увлекаетесь цветоводством, то 30 июня стоит сажать декоративные растения. На стенную фреску с изображением дальнего предка пицца обнаружили итальянские археологи. Сейчас они работают на раскопках древнеримского города Помпеи, который был погребен под слоем вулканического пепла в 79 году. На росписи плоская хлебная лепешка круглой формы. На ней гранат и, предположительно, финики. Угощение приправлено специями, которые обозначены точками желтого и оранжевого цветов. Фотографию находки распространило руководство археологического парка города Помпей. Другие интересные новости в нашем обзоре социальных сетей. Все жители Южной Кореи помолодели на 1-2 года. Все дело в переходе на международную систему подсчета возраста. Раньше в Корее учитывали период беременности. Новорожденный сразу считался годовалым. Следующий год добавлялся всем 1 января. Так младенцу, который родился 31 декабря, на следующий день исполнялось уже 2 года. Путаница в разных способах подсчета иногда становилась предметом правовых и социальных споров. Опрос показал, что 80% корейцев согласны с нововведением. Экипаж корабля «Союз МС-24» отработал выход в открытый космос в гидролаборатории. Олег Каноненко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лора Лохара отрепетировали действия по устранению нештатных ситуаций. Например, по ликвидации пожара, который невозможно потушить известными методами. Как сообщают в пресс-службе Роскосмоса, запуск корабля «Союз МС-24» запланирован на сентябрь. В Китае представили прототип летающего автомобиля. Он состоит из двух отдельных транспортных средств, которые могут работать вместе или независимо, как в воздухе, так и на суше. Устройство перемещается автоматически, пассажиру будут доступны монитор и голосовое управление. Последнее обеспечивает выбор маршрута. Компания-проектировщик уже провела пробный полет. При этом предполагаемая цена аппарата и сроки его появления в продаже остаются неизвестными. В Уфе провели рекордный хоровод в национальных костюмах. В нем участвовали более 2800 человек из 54 районов и 9 городов Башкирии. Достижения установили во второй день Международного фестиваля искусств в сердце Евразии. В этом году мероприятие проходит в рамках 10-го форума регионов России и Белоруссии, на котором братские страны демонстрируют свои лучшие достижения. Продолжаем марафон интересных фактов. У многих бессероприлетение ассоциируется исключительно с яркими детскими браслетами-фенечками. Они были особо популярны в 90-е. Между тем, искусство создавать украшения, скульптуры, картины из малюсеньких бусинок куда древнее и масштабнее. Убедимся в этом, посетив авторскую выставку в областной библиотеке. На витринах, словно драгоценные камни, переливаются тысячи стеклянных зернышек. Им придла форму сахалинская мастерица Наталья Лобкина. Выставку «Магия бисера» женщина организовала в областной библиотеке. Выставку она поставила сама, потому что не доверяет никому брать в руки свои работы. Наша задача была только организовать выставочное пространство, оформить заголовки и всякие надписи. И поэтому вот практически она сама все это сделала. Бисероплетением Наталья увлекается с ранних лет. Впервые с техникой она познакомилась в 1985 году на кружке во дворце детского творчества. Тогда он назывался «Дом пионеров». Сегодня руками мастерицы создано более тысячи женских украшений. Чокеры, колье, ожерелья. Работы посвящает маме. Наши мамы, они вкладывают деньги в дорогое хобби у ребенка. И сегодня бисер очень дорогой. И тогда, в советское время. И мама всегда поддерживала. А если бы не мама, я бы, наверное, все бросила бы. И уже бы этим не занималась. Но мама говорила, нет, надо. И бисер он воспитывает и упорство, и трудолюбие, и аккуратность в работе, и четко идти к намеченной цели. То есть вот те качества, которые в жизни, я считаю, что пригодятся каждому. Выставка в зале областной библиотеки доступна всем желающим. Но первыми посетителями стали знакомые друзья и ученицы Натальи. Наталья – это тот пример, который увлеклась в детстве и несет это по сей день. И несет не только для своих личных интересов, но несет в массы, развивает это направление. И стремится заинтересовать молодежь к данному виду творчества. Ну, разнообразие, конечно, разнообразие. Здесь все очень много разного. Разная техника у нее здесь сделана. Поэтому так что очень хорошая работа. Оцениваю очень высоко, потому что я у нее учусь. Вот это производство того, что с одного занятия я сплела себе украшения. Она потрясающий учитель. И как она любит бисер, как она о нем рассказывает, как она включена, обовлечена. Это, конечно, невероятный и талант, и дар. Мастерица охотно делится опытом и профессиональными наработками, но не своими готовыми изделиями. Очень хочется, чтобы каждый предмет нашел своего зрителя. Но, к сожалению, я хочу сказать, что автор не продает, не дарит эти работы. И они у нее накапливаются в течение жизни. И, в общем, они уже настолько заполонили ее жизнь. Она не хочет с ними расставаться. Выставка «Магия бисера» в стенах Сахалинской областной библиотеки открыта до 25 июля. На ней можно не только полюбоваться на украшения, но и узнать историю древнего искусства. Витрины оснащены соответствующими табличками. Интересные новости узнали, в прошлое заглянули, с интересными сахалинцами познакомились. Теперь на солнечном утре время экспертного мнения. Передаю слово профессиональному визажисту Ларисе Вишняковой. Доброе утро! Сегодня поделюсь с вами рецептом своего быстрого макияжа. Если вы проспали, как можно за 5 минут сделать себе красивый макияж дневной. Для того, чтобы хорошо тональное средство лежало на нашей коже, нам нужно сперва подготовить. Протираем лицо тоником и наносим уходовое средство. Это может быть сыворотка или крем по типу лица. Делаем все быстро. Все уходовые средства я стараюсь нанести массажными движениями. Итак, наш уход впитался. Теперь я наношу тональное средство. И сразу нанесу консилер на центр лица. Высветлю то, что мне нужно. Теперь мне понадобится влажный спонж. Я его намочила. С него ничего не течет. Я его хорошо отжала. Но он должен быть влажным. Теперь похлопывающими движениями я вбиваю тональное средство и разношу по коже лица. Не забываем про зону шеи. Чтобы у вас не было перехода резкого. Нанесла тональное средство. Теперь мне нужно припудрить и зафиксировать тон. Я беру пудру. Кисточку. И легким движением припудриваю средство. Сразу перехожу к коррекции лица. Здесь мне понадобится скульптор. Он у меня таких разных цветов. Я могу замешивать темнее, светлее. Это очень удобно. Наношу скульптор в зону затемнения. Пушистой кисточкой наслаиваю тонким слоем. И растушевываю. Нужно хорошо растушевывать, чтобы не было пятен и резкого перехода. Со скульптором лицо становится уже таким структурным и не плоским. И у края роста волос тоже нанесу немного. На височную зону могу зайти. И на неподвижную зону век. Под бровками немножко. Теперь после скульптора нам нужно добавить немного румян. Я люблю смешивать румяна разных цветов. Могу замешать такой персиковый и розовый цвет. Макияж будет свеженьким. Улыбаюсь и на яблочке щечек наношу румяна. Немного на носик остатками. На подбородок. Готово. Теперь из этой же палетки я могу взять хайлайтер. У меня здесь сразу он находится. У вас это может быть отдельный продукт. И наношу на выступающий участок скулы. Пальчиком могу нанести на центр носика. Также пальчиком могу нанести на внешний уголок глаза. Нанесли. Далее я прокрашу межресничку с помощью мягкого карандаша. Карандаш должен быть хорошо заточенный. И начинаю прокрашивать близко-близко к ресничкам. Такой способ сделает мой глазик более выразительным. И добавит густоты ресницам. Пальчиком растушевываю. Один глазик готов. Перехожу к другому. Вы можете растушевать кисточкой. Я делаю пальчиком. Если вдруг не оказалось кисточки под рукой, то можно и таким способом тоже растушевать. Готово. Теперь я прокрашу ресницы. Ресницы это важная часть макияжа. Но у вас могут быть нарощенные ресницы. Тогда вам не понадобится тушь. И на этом вы тоже можете сократить время. Но я люблю ствы натуральные ресницы. Экспериментировать с тушью. Поэтому прокрашиваю. И я люблю верхние и нижние ресницы прокрашивать. Теперь нам нужно оформить брови. Я хожу к мастеру-бровисту. И он мне красит краской. Поэтому мне останется только уложить их с помощью туши. Вы можете взять фиксатор для бровей. Либо гель для бровей. Тоже так же уложить свои волоски. Либо прокрасить карандашом. Если у вас нет формы. Или есть какие-то проплешки. Не хватает волосков. Вы можете дорисовать карандашом. Итак, переходим к губам. Я возьму натурального цвета карандаш. Карандаш хорошо наточенный. И прорисовываю форму губ. Если для вас это долго. Вы можете взять просто блеск для губ. Это сократит ваше время. Теперь беру матовую помаду. Разношу. И вот такой вот макияж у меня получился. Быстро и легко. С вами была Вишнякова Лора. Хорошего вам настроения. Всем пока. Санки дельфинов во время общения со своими детенышами переходят на более высокий свист. Ученые сравнили его с поведением женщин, которые сюсюкают с детьми. Специалисты утверждают, что так называемый бэби-ток нужен для эмоционального сближения с ребенком. Малыши не понимают значение взрослых слов, но им важно слышать интонацию и видеть артикуляцию губ. Эфир продолжит рубрика с логопедом Марией Клебановой. Доброе утро. Ваш ребенок смешно коверкает слова. Вместо сапоги у него получаются посаги. Вместо автобус – атобус. А вместо слова ананас получается ананас. Все это может быть забавно до определенного возраста. Если ребенку 4 и больше лет, то следует обратить на это особое внимание. Нарушение слоговой структуры слова требует специальной работы. Для того, чтобы сформировать правильное произношение слов, нужно начинать с неречевых процессов, о которых мы сегодня и поговорим. С моим помощником, учеником Артемом, мы покажем несколько интересных и полезных упражнений для формирования пространственных временных представлений, а также для того, чтобы ребенок мог усваивать и запоминать серии различных движений. Мы будем формировать пространственные представления и развивать внимание и память. Я тебе буду бросать шарики. Если я бросаю тебе синий шарик, ты делаешь шаг вперед и возвращаешь мне шарик обратно. Если я бросаю тебе красный шарик, ты делаешь шаг назад. Понятно? Добавляем еще шарики. Если я бросаю тебе зеленый шарик, ты делаешь шаг вправо, а если желтый, то влево. Запомнил? Молодец! Отлично! Ты справился! Следующее упражнение поможет развить внимание, память ребенка, а также запоминание, воспроизведение серий определенных движений в определенной последовательности. Послушай внимательно, что я тебе скажу. Запомни движение и сделай так же. Сначала топни, потом прыгни и в конце покружись. Молодец! Это упражнение также развивает временные представления. Ребенок понимает значение слов сначала, потом и в конце. Сначала прыгни, потом хлопни и в конце присядь. Сделай так три раза. Молодец! Дай пять! Переходим к упражнениям за столом. В этом упражнении мы будем развивать чувство ритма и слуховое внимание. Потребуются две пары стаканчиков для меня и для ребенка. Повторяй за мной! Молодец! Если ребенку легко удается справиться с этим заданием, то мы можем использовать все четыре стаканчика. Повтори за мной! В последнем задании ребенку нужно будет запоминать серию геометрических фигур и воспроизводить ряд, заданный взрослым. Выкладываем фигуры в определенном порядке. Продолжим ряд. Отлично! Ты большой молодец! А теперь я выложу ряд и уберу его. А ты по памяти воспроизведешь такой же, хорошо? Хорошо! Запоминай! Запомнил? Я убираю. Теперь ты делай такой же. Молодец! Играйте со своими детьми в интересные и полезные игры. И помните, что при стойких нарушениях слоговой структуры слов вам необходимо будет обратиться к специалисту. А у нас на этом все. До новых встреч! Сахалинцы знают морские рыбы ценный источник белка, железа, кальция и других питательных веществ. Например, глубоководный красный окунь содержит много жирных кислот, которые снижают уровень холестерина и улучшают работу сердца. Мясо кинки нежное, оно хорошо сочетается с разными специями и соусами. Рецептом блюда с этой рыбы поделится специалист студии «Трюфель». Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Голованов. Я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель». И сегодня мы с вами приготовим окунь кинки на подушке и спаржи с сливочно-тыквенным соусом. Для этого нам потребуется филе окуня кинки, спаржа, тыква и сливки. Ну и, соответственно, специи. Приступим. Для начала мы с вами замаринуем нашего окуня. Филешечка у меня уже готовая. Маринуем просто соль и перец. Рыба у меня свежая, буквально вчера выловленная. Там много не надо мудрить с маринадом. Рыба сама по себе очень вкусная. Кто не знаком с этой рыбкой, обязательно должны познакомиться. Рыбка пока маринуется, а мы подготовим тем временем наш соус. Тыкву нарежем кубиком мелким. Нарезали нашу тыкву и начинаем ее обжаривать. Обжаривать мы будем все это дело на оливковом масле. Прогрели нашу сковородку. Добавляем тыкву. Слегка добавляем перчику. Немножко соли. Немножко соли. Буквально закипело и отставили. Приступаем к жарке нашей рыбки и нашего гарнира. Жарить мы также будем на оливковом масле. Хорошенечко прогрели наши сковородки. Спаржу слегка тоже посолили и поверщили. Филе жарится очень быстро. Пережаривать его не рекомендуется. Хотя его тяжеловато, чем испортит. Довольно-таки жирная рыба. Ну, не жирнее, конечно, чем палку, но тем не менее. Гарнир наш готов. Рыбочка у нас уже практически готова. Рыбка наша тоже готова. Слегка подогреем наш соус. Он у нас подзагустел. Мы его немножко сливками разбавим. Соус готов. Приступаем к выкладке. Вначале мы выкладываем в середину тарелки наш соус. Затем выкладываем спаржу. Затем выкладываем нашу рыбку. И слегка украшаем все это дело зеленым маслом. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Можно пробовать. Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. Здоровый образ жизни выбирают все больше людей. Чтобы лучше выглядеть и прекрасно себя чувствовать, многие записываются в тренажерный зал. Благодаря нашей постоянной рубрике «Выходить из дома не придется» достаточно повторять движения за профессиональным фитнес-тренером Екатериной Баландиной. Смотрим. Доброе утро. Сегодня я разберу для вас классное упражнение, которое включает в себя работу мышц ног и пресса. Для этого упражнения вам понадобится любая стена и какой-то небольшой вес. От книги до бутылки с водой. Итак, вы садитесь в изометрическое приседание, в простонародье стульчик. Угол в коленях 90 градусов. За макушкой вы вытягиваетесь вверх, спиной вы толкаете стену назад, но сохраняете естественный изгиб позвоночника. То есть не прижимаетесь поясницей к стене. Берете вес, локти прижаты, и начинаете опускать этот вес вниз и поднимать вверх. Тем самым, увеличивая нагрузку на ваш пресс. Здесь классно работают ноги и классно работает пресс. 15-20 повторений будет достаточно. А кому это упражнение покажется легким, вы можете еще больше усложнить, увеличив рычаг, отводя руки вперед. Вот такое простое, но крутое упражнение, которое проработает и ваш пресс, и ваши руки, и ваши ноги, вы можете делать везде, и дома, и на работе. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы! Наша программа подошла к концу. Надеюсь, что мне и моим коллегам удалось сделать ваше утро ярким. В студии была Ева Чичишвили. Увидимся в понедельник в 7 часов 30 минут на Солнце ТВ. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...